Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николай, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николай, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николай, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 2 декабря. Продание святой мученицы Меропии. Святая Дева Меропия происходила из города Ефеса. Родители ее были христиане. Когда Отца ее уже не было в живых, восприяла она святое крещение. Воспитываемая своей Матерью в страхе Божием, имела на усердие приходить ко гробу святой мученицы Ермионии. Праздновается память ее 4 сентября. Одна из эфирей святого апостола Филиппа. Она брала целебное миро, которое истекало от мощей святой Ермионии, и подавая его больным, исцеляла их. В то время царствовал Декий, римский император, 249-51 год. Когда он возник гонений на христиан, мать Меропии переселилась с ней на остров Хиоф, где у нее было родовое имение. Здесь она пребывала с дочерью, затворившись в доме своем и молясь Богу. Однажды на этот остров прибыл князь Мумериан. По его повелению был взят за исповедание Христовой веры блаженный Исидор, муж чудный и благоговейный по званию воин. Так как он не желал отречься от Христа и отвергал поклонение идолам, то князь, подвергнув его различным мукам, осудил наказнен мечом. Затем тело его было брошено в деберь на съедение зверям и птицам. В некотором же отдалении была поставлена стража, чтобы христиане не украли тело мученика. Исполненное божественной ревностью, святая Дева Меропия пришла со своими служанками носик, взяла тайно тело мученика, с честью совершив погребальные молитвы, похоронила его в особо приготовленном месте. Узнав, что тело Исидора похищено, князь заключил стражей в окол и повелел водить их по острову и пытать, объявив, что если они не найдут украденного тела до назначенного времени, то им отсекут головы. Святая Меропия, увидев муки закованных и влекомых стражей и слыша, что им предстоит смертная казнь, умилилась душой и подумала, если эти стражи терпят муки и будут казнены из-за меня тайно унесшей тело, то горы мне будет на суде Божьем. И мучиться будет душа моя повинная в убийстве людей тех. И неожиданно для всех она воскликла к воинам, «Друзья, тело погубленного вам и взяла я в то время, как вы спали!» Услыхав, что это воины тотчас взяли ее и приставили князя Нумиряну, говоря, «Господин, вот кто украл мертвеца!» Князь спросил святую, «Правда ли то, что они говорят о тебе?» «Правда», — отвечала святая. «Как ты смела, проклятая женщина, сделать это?» — воскликнул князь. Неропия отвечала, «Смела, потому что презираю и плюю на твое окаянство и безбожие!» От этих слов гордый князь пришел в сильную ярость и тотчас поверял бить ее палками без милосердия. И били ее долго. Потом, схватив за волосы, влачили по всему острову и истязали все члены тела. Наконец, ели живую, заключили в темницу. В полность, когда святая молилась, свет осиял всю темницу, и перед ней предстал лик ангелов. Посреди них был святой Исидор, и все они пели тресвятую песнь. Возрев на мученицу Исидор сказал, «Мир тебе, Меропия! Дошли молитвы твои до Бога, и вот ты будешь с нами и примешь венец тебе уготованный!» Когда святой Исидор говорил эти слова, святая мученица Меропия с радостью предала дух свой Богу. Кончина ее последовала около 251 года при императоре Декии. И наполнилась телница неизреченным благоуханием, от которого стражи-тельницы пришли в ужас и изумление. Один же из них, хорошо все это видевший и слышавший, поспешил к священнику, подробно ему все рассказал, принял святое крещение и впоследствии сам удостоился мученического венца. Тело святой Меропии христиане взяли и счастью погребли, прославляла Бога.